друзья всем привет появилась такая новость которую я смотрю не официальные средства массовой информации не альтернативные блогеры какие-то не обратили на эту новость особого внимания а между тем новость эту будут обсуждать все больше и больше и по аналогии того как всякие фонды рокфеллера репетировали то что сейчас у нас происходит вокруг корона вируса еще в 2019 году вот так же сейчас создается альянс который однозначно будет влиять на политику всего мира не только политику но и на мироустройство ватикан вступает в глобальный альянс ротшильдами фондами рокфеллера форда и мастеркард появилась вот такая заметочка живом журнале ватикан вошел в глобальный альянс фондами ротшильда рокфеллера и форда мастеркард и ряда других в рамках совета приемлемого капитализма с ватиканом идея в том чтобы соединить моральные и капиталистические принципы в новую силу во имя человечества совет будет управляться стражами приемлемого капитализма под управлением стражей находится 10 с половиной триллионов долларов активов компании с рыночной капитализации в 2,1 триллиона долларов и 200 миллионов сотрудников 160 странах мира ссылка на источник здесь имеется англоязычный переводчик google легко эту статью переводит совет по инклюзивному капитализму с ватиканом новый альянс глобальных бизнес-лидеров запускается сегодня 8 декабря 2020 года с переводом уже определились инклюзивный капитализм имеется ввиду приемлемый капитализм совет отвечает на призыв папа франциско применить принципы нравственности к бизнесу и инвестиционной практике организации обязаны принять конкретные действия для создания более справедливой устойчивой и надежной экономической системы нью-йорк 8 декабря 2020 года сегодня стартовал совет по инклюзивному капитализму с ватиканом историческое новое партнерство между некоторыми из крупнейших мировых лидеров инвестиций бизнеса и ватиканом это означает безотлагательность объединения моральных рыночных императивов для преобразования капитализма в могущественную силу на благо человечества под моральным руководством его святейшество папа франциско и его высокопреосвященство кардинала питера турксона который возглавляет декастерию по содействию комплексному человеческому развитию в ватикане и вдохновленный моральным императивом всех конфессий совет предлагает компаниям любого размера использовать потенциал частного сектора для создания более справедливый более открытый и устойчивый экономического фундамента мира совет возглавляет основная группа глобальных лидеров известных как стражи инклюзивного капитализма которые ежегодно встречаются с папой франциском и кардиналом турксоном эти лидеры представляют активы под управлением на сумму более десяти с половиной триллиона долларов сша компании с рыночной капитализацией более 2,1 триллиона долларов сша и двумя стами миллионов сотрудников более чем 160 стран организация призывает деловых и инвестиционных лидеров любого размера принять руководящие принципы совета и публично взять на себя обязательства действовать соответствии с ними эти коллективные действия призваны ввести к системным изменениям превратив капитализм в большую силу для инклюзивности и устойчивости обращаясь к хранителям папа франциск сказал экономическая система которая является справедливой надежной и способной решать самые серьезные проблемы с которыми сталкивается человечество и наша планета срочно необходимы вы приняли вызов ища способы превратить капитализм в более инклюзивный инструмент для целостного человеческого благополучия стражи уже обязались предпринять сотни измеримых действий а члены совета возьмут на себя постоянные обязательства по продвижению инклюзивного капитализма они будут нести ответственность за свои общественные обязательства и приглашать к участию предприятия со всего мира посмотреть полный список предпринимаемых действий можно по ссылке капитализм создал огромное глобальное процветание но он также оставил слишком много людей позади привел к деградации нашей планеты и не пользуются широким доверием в обществе сказала лин форестер до ротшильд основатель совета и управляющий партнер инклюзив капитал этот совет последует предупреждению папа франциска прислушаться к рику земли и воплю бедных и ответить на требования общества более справедливые устойчивые модели роста и теперь список опекунов ознакомлю вас с некоторыми фамилиями аджай банга президент и главный исполнительный директор мастер-карт марк бениофф председатель исполнительный директор и основатель салисфорс эдвард брин исполнительный председатель дюпон сара барроу генеральный секретарь по международной торговле конфедерация профсоюзов марк карни финансовый советник премьер-министра коп 26 и специальные послания ом по климатическим действиям финансом леди лин форестер д ротшильд основатель и управляющий партнер inclusive capital partners кэннет фрейзер председатель совета директоров и главный исполнительный директор мерк и компани фабрицо фредо президент и главный исполнительный директор д ст лаудер компани алекс горский председатель совета директоров и главный исполнительный директор джонсон и джонс альфред келли председатель и главный исполнительный директор исполнительный директор виза инк уильям лаудер исполнительный директор в ст лаудер компани бернер луни главный исполнительный директор бипи фиона ма казначей штата калифорнии браин мойнихан председатель совета директоров и главный исполнительный директор bank of america дина милиган президент и главный исполнительный директор американской компании по страхованию жизни «Гардио», Раджив Шах, президент фонда «Рокфеллера», Даррен Уокер, президент фонда «Форда», Марк Вайнебергер, бывший председатель и генеральный директор, Эстелаудер, член Совета директоров «Джейн Джи», «Митлайф» и «Сауди» «Арамко». О Совете по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Совет по инклюзивному капитализму с Ватиканом – это глобальная некоммерческая организация, созданная под эгидой Ватикана под моральным руководством Папа Франциско. Наша миссия – использовать потенциал частного сектора для создания более инклюзивной, устойчивой и надежной формы капитализма. Совет возглавляет основная группа глобальных генеральных директоров и общественных лидеров, известных как «Стражи инклюзивного капитализма», которые ежегодно собираются вместе с Ватиканом для продвижения миссии Совета. Дополнительную информацию можно найти на сайте inclusivecapitalism.com и ссылочка на сайт здесь есть. Таким образом, дорогие друзья, создается новая структура наподобие Бильдербергского клуба или какой-то еще такой полутайной организации, но здесь вроде как организации публичные и объявлены об этом публично. Не понимаю, почему эту новость нигде не обсуждают. Но смысл в том, что Запад предлагает объединиться и облагородить капитализм, который сейчас у нас процветает на нашей планете. И пока мы рассуждаем и мечтаем о возвращении активов Советского Союза, о возвращении активов Российской империи, Запад, глубинное государство в лице его капиталистических структур уже аккумулировал десятки триллионов долларов и собирается продвигать свою концепцию. От России, как мы видим, никого нет. И Россия, как член этого глобального альянса, я так понимаю, не рассматривается. И мы становимся в очередной раз зажатыми между западным капитализмом, который хочет обрести приемлемые формы какие-то. На востоке у нас Китай предлагает нам электронный социализм, такой с китайским лицом. А мы оказываемся где-то посередине. Как я считаю, Запад и Китай вынуждают нас искать какой-то свой третий путь развития. Но пути этого пока не видно и не появился светоч, который бы нам осветил этот путь. Пока наша страна находится в таком подвешенном состоянии. Однозначно могу сказать, что вот этот совет приемлемо к капитализму или инклюзивного капитализма, он будет оказывать влияние на политику, на экономику всего мира. И новость эту будут обсуждать еще долго и долго. И об этом совете по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом мы еще услышим неоднократно. Вот такую новость нашел для вас, друзья, которую почему-то никто не освещает, никто на нее не обращает внимания. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть больше таких новостей. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании. Подписывайтесь на мой запасной ютуб-канал «Экология сознания», ссылка также на него есть в описании. Ставьте лайки, делитесь этим видео, если считаете эту информацию интересной. Спасибо за просмотр. Всем пока.